Развить цифровизацию и усилить внедрение инновационных технологий во все сферы, в том числе и в госуслуги. Такое поручение дал премьер-министр Алихан Смаилов. Он также отметил активное развитие банковских услуг, оказываемых в электронном формате. Перед ведомствами и акиматами поставлена задача по обеспечению постоянной актуализации данных, бесперебойной работы информационных систем и их своевременной интеграции. Уровень электронных услуг составляет 93%, при этом 66% услуг оказывается населению через обычный смартфон. В цифровом виде уже доступны 18 документов гражданина, которые не требуют бумажного подтверждения. Многие электронные услуги и интеграция баз исключают необходимость обращения в госорганы и бумажную волокиту. Об этом и не только говорили в правительстве, а в целом IT-экспорт за последние два года показал рост в два раза. В прошлом году объём IT-рынка составил 3,6 миллиарда долларов. В рамках программы «Акселерация экспорта» заключены контракты на 800 тысяч долларов, и отдельным пунктом стоит человеческий капитал. По итогам прошлого года подготовлено более 22 тысяч IT-специалистов. В регионах страны открыто три IT-технопарка. В 2021 году открыто семь частных инновационных IT-школ. В этом году открылись четыре новые школы. В качестве альтернативного образования в прошлом году 13 IT-школ получили 100 ваучеров. В этом году будет предоставлено 3000 ваучеров. Для повышения качества IT-образования в высших учебных заведениях проведена интеграция 14 факультетов с профильными IT-университетами. При этом необходимо уделять внимание таким вопросам, как интернет-мошенничество, сказал премьер. А еще активизировать работу по развитию отечественной IT-отрасли, разработке казахстанских электронных продуктов и расширять сферу применения. А мы всегда будем оказывать поддержку внедрению инновационных решений, особенно в сфере оказания электронных услуг населению, сказал Смаилов. По Министерствам внутренних дел сельского хозяйства, высшего образования науки, индустрии и инфраструктурного развития, здравоохранения и обороны имеются услуги, недоступные в электронном формате. Отмечается низкий уровень автоматизации услуг по Министерству иностранных дел и агентству по стратегическому планированию и реформам, поручая Министерству цифрового развития совместно с данными государственными органами в трехмесячный срок провести недоступные государственные услуги в электронный формат. А еще необходимо разработать карту IT-проектов с регулярным обновлением, чтобы видеть, какие игроки появляются на рынке, а какие, наоборот, ушли. Если подобную карту использовать во всех регионах страны, то можно будет наглядно видеть, в каких областях развиваются отрасли. И, соответственно, мы бы видели, где есть возможности для коллаборации. К слову, об интернет-мошенничестве. Аким Кустаная заявил, что ему звонили мошенники и просили продиктовать данные банковской карты. Да и в целом, сказал он, необходимо уже принять меры по этому поводу. Кстати, в этом году жители Кустанайской области уже не раз становились жертвами интернет и телефонных мошенников. Уже установлен 141 эпизод интернет-мошенничества и при этом 31 подозреваемый. Так что цифровизация имеет две стороны, но положительных моментов все же больше, говорят, в Минцифровизации. Это и госуслуги онлайн, сокращение теневой экономики, противодействие коррупции и так далее. А потому современные технологии должны использоваться более широко. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42.